Субтитры создавал DimaTorzok 2015 год Все права защищены, никакая часть данной книги не может быть воспроизведена в какой-либо то небо в форме, без письменного разрешения правообладателя. Сергей Новокшанов, 2015 год Страница первая «Ибо нет ничего тайного, что не сделалось бы явным» из Библии. «Лучший друг – это тот, с которым ты можешь сидеть на крыльце, не проронив ни слова, а затем уйти с чувством, что это была лучшая беседа, которая была когда-либо в твоей жизни» Автор неизвестен Глава первая «И угораздил же меня все это затеять, а потом еще и соглашаться с Игорем на его условия и по-другому никак не поменять. И ведь мне сейчас придется драться. А я не только не дрался, но даже не видел, как это делается, не видел этого боевого искусства. Не специально, не даже случайно. «Сейчас вызовут на ринг, и я должен выйти и проиграть», – так велел Игорь. «Еще и уговаривать его пришлось. Зачем это мне все? Черт, вот флип. Не повини мне эта кара». Григорий пытался разобраться в себе и во всем, что с ним происходит. А началось все 10 лет назад, в первом классе, когда учительница посадила Гришу и Игоря за одну парту. Это было необычное соседство. Совершенно не похожи по характеру мальчишки, никак не могли соответствовать друг другу. Ни по темпераменту, ни по развитию. Наверное, в этом и заключалась педагогическая мудрость учителя – посадить рядом таких разных ребятишек. Необычное соседство с годами переросло в дружбу, которая оказалась очень странной. Игорь был неусидчивым и хулиганистым мальчишкой, сорванцом, уличной задирой. Его боялся весь класс. И, напротив, тихий, скромный, в очках, типичный хорошист Гриша, который ко всем своим недостаткам имел еще один, параллельно учился в музыкальной школе, пилил на скрипке. Ни спортом, ни даже утренней зарядкой Григорий не занимался. Всю его жизнь – учебники, книги, скрипка и школьные олимпиады, которые он без труда выигрывал. Казалось, он из тех очкариков, которых школьные хулиганы старших классов допекали подзатыльниками и оскорблениями. Но дружба с Игорем ставила его в особый ранг. Его остерегались так же, как и самого Игоря. Постоять за себя Гриша не смог бы, но и обидеть тоже никого не мог, да и не было у него такого желания. Но все знали, в случае, что с Гришей иметь дело пришлось бы с Игорем. При таком раскладе Игорю заступаться-то за друга не приходилось, того просто не трогали. И даже уважали за его дружбу с неформальным лидером. А все почему? Да потому, что наш очкарик давал списывать Игорю, тянул его по всем предметам и непроизвольно был личным консультантом по всем школьным наукам. Игорю было туго только тогда, когда Гриша болел и не посещал школу. А болел он часто. В эти периоды дневник Игоря пристрел двойками, хотя сам Гриша, находясь дома, успевал за классом по всем предметам все эти десять лет. Дружба мальчиков из разряда «дай списать» переросла в настоящую крепкую дружбу. Они были как два брата и звали их одним именем – Гоша. Каждый знал друг о друге все, о чем мечтает, какие планы на далекое будущее и ближнее завтра. Гриша мог только лишь своему другу со всеми подробностями рассказать про какой-нибудь доисторический период по школьному предмету, будто сам был в той эпохе. Или по географии про полуостров, с которого только вчера кидал камни в океан. Игорь мог замереть и заслушаться, впрочем, не без пользы перед очередным уроком. А Игорь мог, в свою очередь, доверить другу тайну, о своей симпатии к Светке из параллельного класса. Впрочем, со временем Светка менялась на Катьку, потом на Лючку и так далее с регулярностью каждые полгода. Класса с пятого Игорь увлекся серьезно спортом. Попал в школу боевых искусств. Уличная жизнь хулигана на этом закончилась. Первые успехи и отзывы тренера только подстегивали его в усердии. Он стал собранным и дисциплинированным. В свободном времени не оставалось. Безделие и болтание на улице стало не для него. Стал многое успевать. Научился играть на гитаре и постепенно стал душой коллектива. Не только в школе, но и везде, где бы ни появлялся. Григорий же в это время грыз гранит науки. Играл на скрипке, зависал в интернете. И дружба между Игорем и Гришей не угасала ни при каких обстоятельствах. Иногда доходило до абсурда. Гри не мог руководить своим старшим братом. Но самое интересное, тот безропотно слушался. Это было нетрудно, потому что Гриша позволял себе командовать, только будучи уверенным в своей правоте. И не злоупотреблял положением. Все-таки был весьма тактичным и умным мальчиком. На ринг приглашается кандидат мастера спорта Игорь Корнилов. Гриша услышал свое имя. Кажется, жизнь на этом начинает угасать. Ноги ватные, коленки трясутся. Это первые признаки предсмертных судорог. Скоро начнутся конвульсии. Закрыть бы глаза, додолжаться конца всего этого. Или не отвлекаться. Не вставать, не выходить. Черт, страшно-то как. Вообще, Григорий был скромным парнем. Но иногда совершал необычные, несвойственные ему авантюрные поступки. И один из таких необдуманных поступков он и отчудил год назад в девятом классе. Впрочем, поступком это можно назвать условно. Гриша познакомился по интернету с симпатичной девушкой Машей. Это было видно и на фото, и по умению усказывать свои мысли. Уровень интеллекта Маши соответствовал Гришиному мировоззрению. Ему нравился стиль ее письма. Его же ответы сами складывались из слов легко и непринужденно. У Григория появился второй друг. Она явно нравилась ему, пусть даже заочно. Но, обращаясь к Маше в первый раз, он боялся, что она не ответит. И отправил ей не свою фотографию, а фото друга. В этом-то и заключалась авантюра. А имя оставил свое. Это был красивый снимок, где Игорь стоял в собственной комнате на фоне стены, увешанной медалями. Полки заставлены кубками. Игорь улыбался своей непосредственной улыбкой. Не покорить девушку этой фотографии было невозможно. Успех был гарантирован. Отправляя ее, Гриша не очень-то и задумывался о дальнейших событиях. Разбышал так. Пусть Маша ответит, завяжется переписка, а потом он как-нибудь признается в этом маленьком обмане. Переписка завязалась, время шло. Они увлеклись друг другом. И Гриша стал забывать о своей маленькой фальше. Временами вспоминал, но откладывал признание, потому что каждый раз находилось что-то более важное для письма. Да и чем он ее обманывал? Для нее он был Гошей, Григорием. Учился в школе, играл и серьезно на музыкальном инструменте. Но только вместо скрипки он указал гитару. Все-таки опять обман. Но это ничуть его не пугало. Ведь Маша играл на фортепиано, на классическом инструменте. О достижении в виде медалей и кубков он объяснил победами на Олимпиадах, что соответствовало действительности. Правда, медаль у него была всего одна. За остальное он получал грамоты. Но это такая мелочь, которая и на лошадь не потянет. Они много спорили и шутили, обсуждали серьезные темы и балагурили. Задавали друг другу вопросы, умные и не очень. Почему в дождь и томан нельзя ходить по карнизам? Спрашивал Гриша. Нелетная погода, отвечала собеседница. А почему некоторые люди вместо пришел-ушел, говорят, пришедший и ушедший. Они так привыкши, парировал Григорий. И вот он, час расплаты. Кажется, окружающие начинают замечать дрожь в коленках. Мечта закрыть глаза и забыться неосуществима. До ринга все равно идти с открытыми глазами. А еще нужно сделать точности, как сказал Игорь. Выйти на ринг, взмахнуть рукой, приветствуя зрителю, когда его Игоря Корнилова объявят. Стоп, что я делаю? Надо же правой рукой, а не левой. А, ладно, поприветствую двумя руками. Вся кровь в голову, лицо горит, красное, наверное. Затем выйти в центр, поприветствовать соперника. Шатает. Чуть не падаю. За что-то цепляется нога. Легкий смешок в зале. Не замечаю. Приветствую удары двумя руками, перчатками сверху и снизу. Игорь наставлял смотреть прямо в глаза. Какие злые они у соперника. Хорошо, хоть телевидения нет. Игорь говорил, что это приз смешанного токачки. Мелкие соревнования. И меня, Игоря Корнилова, здесь никто не знает. Но должны бояться, потому что я занимаюсь в известном клубе, а они все в подвалах пригорода. Для нас это захолустье. Но мне-то от этого не легче. Я-то ведь не Игорь Корнилов, а всего лишь его друг. А через неделю отчетный концерт. А в глазах туман. А лицо у соперника страшное. И судья чего-то говорит. Я не понимаю. А мама просила к ужину не опаздывать. И месяц май на улице свежо и прохладно. А здесь душно, пахнет потом. А мне шестнадцать. А моя звезда ночью такая яркая была. А Маша там. С Игорем. Знакомиться. Областное правительство за отличные показатели в учебе и активную жизненную позицию наградило Машу и еще семерых школьников поездкой в столицу. Выделило путевки. В связи с чем группа прибыла на одну из баз в Подмосковье. Завтра намечалась первая экскурсия. Конечно же на Красную площадь. Узнав все возможные варианты путей возврата на базу, на удивление оказалось очень просто. И договорившись с руководством группы об отлучке для посещения родственников, Маша позвонила Григорию. Для него это был как гром средь белого дня. Но услышав про место экскурсии, Григорий назначил встречу на Васильевском спуске. Радости не было. Был легкий испуг. А затем медленное-медленное осознание ситуации. И паника. Обстоятельства осложнялись тем, что путей к отступлению не было. И приходить на встречу со своей физиономией тоже было нельзя. Объяснять и признаваться в подмене фотографии было уже поздно. Все так неожиданно. Но после непродолжительного раздумия в голову стал просачиваться план. Надо просить Игоря. Ведь если Маша приехала ненадолго, то встреч будет одна, две, не больше. Игорь, пожалуй, смог бы решить его проблему. Еще раз на вскидку обдумав план, стал звонить другу, означать встречу. Договорились в кафе возле дворца спорта. У Игоря было минут тридцать времени перекусить. Другого варианта пообщаться с другом не было. Но это был шанс. Да ты что, спятил? Чтобы я убил целый день на какую-то омашку? Была первая реакция Игоря. Слушай, а что ты раньше мне про него ничего не рассказывал? Да знаешь, как-то боялся сглазить. У тебя вон их сколько, сами хвостом клеятся. А у меня никогда никого не было. Я и разговаривать с ними не умею. Ну и зачем она тебе, если разговаривать не умеешь? Игорек, понимаешь, если я никогда не буду общаться с девушками, то как я проживу всю жизнь один? А семья? А продолжение рода? Продолжение рода сарказм подхватил Игорь. Я что ли тебе продолжение рода буду делать? Иди со мной общайся, продолжай род, если хочешь. Нет, ты с чем путаешь. Игорь, не так все просто. Я сделал одну ошибку. Послал из твою фотографию и написал, что ты это я. То есть это я, но только с твоим лицом. Ну? Что ну? Ты это я, понимаешь? Не понимаю. Но если ты приедешь на встречу и будешь отвлекаться на имя Григорий, то она ничего не заподозрит и будет разговаривать с тобой как с Гришей, то есть со мной. Для нее ты это я. Да и встретиться надо всего один раз, а потом она уедет и дальше я сам все разрулю. Как? По иной-то я же с ней по мылу переписывался. Так ты с ней давно переписывался? Год. Ну ты даешь. И что ты про меня писал? Я про себя писал. То, что учусь и музыкой серьезно занимаешь. А если она меня попросит сыграть на скрипке? Случайно так, кустахутляр со скрипкой кажется. Мне кажется. Я ей писал, что на гитаре играю. Если что, на ней и сыграешь. Это тремя-то аккордами серьезную музыку? Игорь, да не дойди до этого. Ты с ней час по городу пошатайся, а потом отваливай. Отваливай, говоришь? Мне нравился разговор. Очень уж настойчивый вдруг. Не похоже это на него. Ладно, Гриш, вариант. Тут у тебя все складывается. Да только соревнования у меня завтра, понимаешь? Пусть мелкие, но все-таки я там должен быть. Наступила пауза. Игорь дожевал свой мясной салат. Время начинало поджимать. Пора на тренировку. Надежда Гриши таяла на глазах. И тут у него родилась последняя отчаянная мысль, которая переросла в тихую мольбу. А давай я вместо тебя на соревнования. Игорь перестал жевать. Секунд через 20 проглотил одним махом. Чуть не подавился. Удивление на миг его парализовало. Неужели другу, так как это было важно, что согласен пойти на ринг? Ведь у него нет никаких шансов, кроме как быть побитым. И все ради какой-то Маши? Он молча смотрел на друга, затем вспомнил про недопитый гранатовый сок. Не отпуская глаз, на ощупь взял стакан, начал пить большими глотками. Все это время смотрел в упор Гриша в глаза. Пауза затянулась, времени для разговора не оставалось. Затем Игорь, видимо, для себя принял какое-то решение, но не стал его озвучивать, а только выдавил из себя. «Сегодня десять вечера ко мне приходи, обсудим». Понимая, что сам для себя окончательно ничего еще не решил, Игорь встал из-за стола, пожал другу руку. Пока. Он понял только одно, что Грише нужна была эта девушка Маша, и что помочь ему мог только он, Игорь. Но как? К вечеру того же дня Игорь окончательно сдался и согласился на явную авантюру. Он обдумал, как поступить с соревнованиями. Все складывалось, но присутствие Григоря там было обязательным. Нужно только как следует его проинструктировать и даже потренировать, чтобы не заподозрили подмену. Затем Григорий должен проиграть бой в первом же раунде. Результаты этих местных показательных выступлений никак не влияли на спортивную карьеру Игоря. Поэтому решение было принято. Сложнее было самому Игорю. Ему предстояло целый день развлекать Машу, которая ну никак не тянула на роль девушки его мечты. Десять вечера Григорий подошел к дому Игоря. Уважаемый, откликнул его у подъезда слегка трезвый человек, я не у тебя червони занимал? Незаконец подошел откуда-то сзади, на его лице была печать интеллигентного неудачника. Вся его незадача в жизни состояла в полной несовместимости ко всем продуктам питания, кроме спирта, содержащих жидкостей. Нет, робко и опасливо ответил Гриша и медленно протиснулся в подъезд. Дверь в квартиру открыла сестра Игоря, Лена. Она была два года старше Игоря и училась в юридическом институте. Внешне она оказалась младше брата. Отношения брата и сестры были идеальными. Все-таки с детства опекали друг друга. Игорь был в ванной. Лена встретила и отправила Игоря в комнату брата. Выйдя из душа, Игорь явно посвежел. Усталость дня смылась водой. Душ прекрасное средство для снятия напряжения. Можно вернуть силу духа и ума. Ну а теперь остаток дня надо было посвятить своему незадачему другу и его прикольному замыслу. Утопией этот план уже не казался. Есть тут какая-то изюминка, розыгрыш. А это дело он Игорь любил. Вот ее форма, перчатки. В этом ты пойдешь на ринг. Давай посмотрим. Через пару минут получилось что-то среднее между чечелом и просто формой висящей на плечиках. Но менять что-то уже поздно. Пусть будет так. Уровень соревнований соответствовал облику друга. Там ими позу, с которой начинается бой. Может не надо Игорь? Все хватит разговаривать. Смотри на меня. Встань вот так. Руку сюда. Эту сюда. Вот замри. Игорь отошел на пару шагов и разглядел мумию с упученными глазами. В следующую секунду Игорю пришлось хвататься за живот который начал разрываться от смеха. Ой 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 ха ха в полусогнанном состоянии мелкими в сторону дивана в который уперся своей головой и в судороге завалился на бок. Игорь постепенно пошел в разнос и его смех начал набирать децибелы. Через минуту несмолкаемого смеха в дверь просочилась голова сестры. Она увидела Григория стоявшего посередине комнаты а также закатывающегося от смеха брата на диване. Зашла в комнату облокотилась плечом о шкаф усмехнулась почесала кончик носа здесь было явно интереснее чем у телевизора. Минут пять беспрерывного смеха привели Игоря к мысли что Гриша и в самом деле может победить ведь если все умрут от смеха то бороться будет не с кем и его объявят победителем. Сквозь слезы Игорь попытался довести до друга и до сестры эту замечательную мысль только ничего у него не получилось. Грише было не до смеха а у Лены только возникали вопросы при том что хохот начал захлестывать и ее ты на какие соревнования его отправляешь хи-хи на бои среди отличников Кажется скоро будут смеяться соседи за стеной Гриша подошел к зеркалу она отражала что-то явно не поддающееся уважению Может мне не стоит выходить на ринг очередной раз законючил Григорий нет стоит очень ха-ха-ха стоит это тебе полезно не все же другим за твои затеи не будешь ой-ха-ха в следующий раз назначать свидание и вообще определись ты что хочешь Григорий продолжал стоять посреди комнаты насыпив нос еще немного и слезы далеко за полночь получив самые полные инструкции по завтрашнему дню Гриша отправился домой он понял до себя самое главное когда начнется бой соперник пойдет в разведку Гриша должен прикрывать лицо перчатками после первого легкого пробного удара Григорий должен упасть на пол и лежать пока судья не досчитает до 10 после чего можно будет открыть глаза и встать и все и можно идти домой всего и до луфта до сих пор Субтитры подогнал «Симон»